Казахстан сегодня простился с Денисом Теном. Всемирно известный фигурист, бронзовый призер Олимпиады в Сочи и один из самых титулованных спортсменов республики был убит в четверг вооруженными грабителями. Оба предполагаемых преступника уже арестованы. А попрощаться с чемпионом сегодня пришли тысячи людей. Из Казахстана Роберт Францев. В родной Алмате чемпиона как большого артиста провожали овациями. Жестокое и бессмысленное убийство народного любимца для Казахстана стало настоящим потрясением. Акции памяти фигуриста проходят по всей стране. Он был национальным действительно любимчиком. Таким, не геройным, но очень большой пример для молодых, очень большой пример для окружающих. Я до сих пор не верится, я его болельщица. Я знаю все его выступления наизусть. И я не могу поверить в это, честно. Предполагаемые убийцы с Денисом почти ровесники. У Нуралы Киясова к своим 24 годам богатое криминальное прошлое. Он уже дважды осужден за кражу и вождение в нетрезвом виде. Киясов подробно рассказал, как произошло нападение. Вместе с сообщником они пытались снять зеркала с машины Дениса Тена. Цена добычи не более 10 тысяч рублей. Им было все равно, чей автомобиль. И даже не узнали прославленного спортсмена, когда тот пытался им помешать. Киясов закрывает лицо и плачет. Говорит, что убивать не собирались. Ножом били наотмашь, чтобы скрыться. Второй преступник — 23-летний уроженец Казалардинской области Арман Кудайбергенов. На его счету судимости за кражи и разбой. Именно он нанес Денису два ножевых ранения. Кудайбергенов был также задержан через несколько часов и уже во всем сознался. Обоим грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока. Лезвие задело артерию. Фигурист потерял сознание. В больницу его доставили в состоянии клинической смерти. Потеряв больше трех литров крови, Денис Тен скончался на операционном столе. Он был больше, чем просто чемпион. Писал песни, снимался в клипах, ставил на льду грандиозное шоу. Масштабное ледовое шоу «Денис и друзья» стало подарком фигуриста на 20-летний юбилей Астаны. Сегодня на этой же арене снова собрались тысячи жителей столицы, чтобы проводить своего кумира в последний путь. Вечером в Алма-Ате в память о золотом мальчике на светодиодном экране одного из зданий зажигаются слова самого Дениса. У каждого человека есть сердце, и это то, что делает его особенным. Роберт Францев, Арман Байдуулетов, Центрально-Азиатское бюро Вестей. Роберт Францев, Арман Байдуулет, Центрально-Азиатское бюро Вестей.